пора вставать тебя пушка работаем смотрите вроде бы просто мы выплеснули но сейчас такая пыль пойдет от него смотрите когда она будет растворяться сейчас посмотрим смотри какой мой хита то шоу что дам мой не на нашу прессуем снимаем видите какая вкусняшка получается куда я уже сегодня под устал их вот такие вот части маленькие мы сейчас оставим набухать вот и вот как всегда знаете когда сам покормишься и рыба сразу начинает у тебя клевать комару как я вам не обещал и комары и стрекозы блохи мохи все есть но когда так сетку залез то жить можно ребята всем привет всем привет сегодня мы сниклаем выехали в одно из моих любимых мест для ловли карпа наконец-то коля мы выбрали с тобой на карпа друзья это прх мы сегодня находимся на прх в беседке и надеюсь у нас все получится отлично отловиться мы выехали вечером планируем побыть ночь и захватить утро если будет прям вообще отлично возможно мы утром уже уедем домой правильно если будет замечательный клев мы так и думаем короче ловить будем на флет фидеры свет кормушками сейчас вам расскажем быстро про наши снасти про прикормку про место где мы находимся покажем во все мы приступим к ловле до полетели давай друзья мы сегодня будем с вами кормиться пелец а это пелец будет у нас кукуруза я сюда уже одну пачку высыпал добавлю еще одну пачку вот так выглядит данная пачка пелец 5 миллиметровый то есть кормить будем с помбом на нашем так сказать рабочем расстоянии которое мы сейчас определим тут в общем все просто на этом пруду он ну относительно небольшой но тем самым на нем есть хорошие крупные карпы мы маркером пробьемся здесь глубина порядка полутора двух метров и вот чем дальше там где-то вот примерно метров тридцать начинается твердое дно потому что здесь мы видим был заливчик выкошенный торчат еще сухие камыши и они на дне мелко когда я протягивал маркером мелко рублены то есть ты тащишь чувствуешь небольшие ну дрючки правильно отрезанные камыши и дальше начинается твердое дно бросаем дальше и все это раз мы сегодня будем во флеты наши набивать вместо прикормки вот такой вот замечательный пелец это мелкий пелец полтора два миллиметра который используется как прикормка чисто во флэт кормушках вот такие маленькие упаковочки написано полтора два миллиметра в данном случае это криль но когда я рыбачу в начале лета у меня неплохо ребят работал именно тигровый орех не знаю почему многие его советуют вот тигровый орех хорошо работает по карпику мы сегодня это также с вами проверим вот ребят чем не нравится это место она замечательна сама по себе она замечательна природой рыбой и условиями как видите мы находимся в замечательной беседке там все наши вещи еда и у нас большая как стать кладка по мост такой дубовый где можно здорово разместиться вот мы и разместили с этой стороны я стороны будет николай его здесь все наши снасти ребят ссылка на все снасти будет в описании внизу под видео кому интересно переходите просматривайте друзья вот наш пелец можно принципе сразу брать его и забрасывать с помп но есть вот такая замечательная вещь замечательнейшая просто эта баночка я вам честно хочу сказать творить чудеса сейчас вам расскажу и покажу наглядно почему что мы делаем мы берем вот эту баночку и слегка заливаем сверху в наш пелец просто берем и так сверху это делаю немного так чуть-чуть совсем и это чуть-чуть все вымешиваем хорошо рукой получается запах просто отменный ребят смотрите я специально для вас перевожу золотой ингредиент смотрите вроде бы просто мы выплеснули но сейчас такая пыль пойдет от него смотрите когда она будет растворяться вот 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 именно воде она точно также начинает пылить стоять и этот аромат который здесь будет привлекать рыбу я вам гарантирую карп на вот этот вот муть сладкую просто слетаться будет вот какой замечательный пылящий эффект всего лишь от нескольких грамм вот этого вот ликвида вот зачем ликвида некоторые зачем что как она работает друзья суть простая просто создать пылящий такой эффект а потом рыбка спустится к самой еде берем спомб забиваем его начинаем кормить на нашу точку на первые как минимум полчаса наша задача закормить место для ловли мне нравится спомби то что он легко выходит и хоть эти его движения романтика важно чтобы у вас была клипса и вы до нее добросили потому что когда идет клипса спомб летит над водой параллельной воде потом ударяются и он должен упасть ровно перпендикулярно тогда кнопка ударяется об воду и он открывается если до клипса не добросит ребята у вас он может не открыться и будь что попало вау вот это полет вот это достижение друзья еще здесь есть замечательные домики индивидуально для каждого со своим прудом с комфортными условиями и со всеми удобствами то есть отдых можно сделать великолепным и незабываемо видно что домики выполнены современном стиле поэтому каждый может уединиться и ловить так сказать отдельно для себя друг другу не мешая сейчас зайдем внутрь и покажу вам как здесь здорово друзья то есть одна комната замечательная есть все необходимое холодильник кухня стол все что нужно также есть вторая комната когда мы не заходим видим это как бы спальня у нас спальня замечательное окошко на задний дворик ну короче ребят я не знаю это наверное не рыбалка а какой-то номер в отеле можно сказать и вид сразу из окошка на пруд где будут все ваши снасти ну вот впрочем вот такая замечательная комплектация здесь у нас душ туалет колян как тебе ночью следующая рыбалка будет здесь по-любому друзья начнем пожалуй с пилица тигрового ореха в тот раз работал возможно будет и сейчас здорово работать у меня есть вот такая небольшая бадеечка как сказать релочка вот как раз она так сказать для пилица у меня будет использоваться ну так пол пакетика и будем его постепенно увлажнять здесь главное не переборщить если мы сразу много дадим воды он будет пластилином плохо будет надо водичку добавлять по чуть-чуть равномерно и а так его вымешивать вот такие вот части маленькие мы сейчас составим набухать мало будет воды добавим лучше меньше чем больше он должен набухнуть минут пять постоять и все будет супер пока прикрываем крышечкой ребята рыба большая и подсак большой как я за ним соскучился этот личность подсак blackpool ну как видите размер у него тоже гигантский просто фантастический вот такой рыба большая заводить ее сложно поэтому такой большой карповый подсак также ссылка будет в описании отлично надеемся сегодня он нам пригодится я пошел пока бабочек ловить найти в таких бабочек больших ночных бабочек car pro detect 4 плюс 11 это у нас ребят передатчик я его сегодня не использую потому что мы находимся близко возле наших карп прыгает прям вот этих вот камышах видите вот такое как сказал и да из камышей там уже не первый раз прыгает рыба короче не используем передатчик потому что мы близко громко сигнализация и мы все услышим открою вам один большой большой секрет все кто приезжает рыбачить на прх основная насадка здесь это навозный червь я не знаю почему так вроде бы карт и бойл и есть и по папике и все остальное да клюет но лучше всего на навозного червя по крайней мере пару лет у меня это доминирующая насадка на данном водоеме поэтому я начну два флета на него один на попав пучок червей 3-4 червя целичком чтобы большой пучок червей навозный был карпы крупные здесь из десятки есть за десятки рыба в натуре большая ну и давайте все это дело цеплять берем слегка пелиться вот сюда половинку потом кладем червячка навозного отлично и добавляем еще пелиться получается у нас червь весь внутри хорошо прессуем снимаем видите какая вкусняшка получается крупинки пелиться будут у нас растворяться поштучно и растворяться воде и получится такая вот площадка с вот таким вот рассыпчатым кормом возле кормушки давай флэт погнал там где мы кормили летит отлично 50 грамм приторможу рукой отлично все друзья сделали заброс выматываем все слабину бетранер сейчас с вами включаем катушки у меня карп про 7000 blackpool ван замечательная катушка 7000 с лесоемкой шпуле то есть то что нужно для ловли карпа лучше не придумаешь ребят включаем сигнализатор и одеваем наш свингер как видите они у меня уже выставлены самое чувствительное положение пускай таки стоят все сигнализаторы у меня разной тональности настроек сейчас мы поменяем вот средний будет так работать это так и красный тоже должен быть другим тоном супер так если шо подсак вот надо не забыть где он находится я думаю с размерами мы его все равно найдем как не положили как говорят ребят большой карп умный карт надо ждать просто так клевать не будет я думаю что у нас первая поклевка будет на закате по-любому кто-то должен клюнуть ну и наверное часов с 3 ночи и до утра вот утренняя зорька должна быть хорошая как раз за это время рыбка должна подойти к нашей прикормки где мы закормили я ребят как еще дело вот я забросил флеты да они у меня стоят перезабросы на такой рыбалке как сейчас я делаю где-то раз полчаса раз полчаса заново набиваю кормушку и отправляя в то же место потом спустя часа три-четыре я возьму с помп и уже с помпом даже когда удилище на месте могу взять покормить в те же точки то есть добавляю постоянно туда корм но это я жарю раз в три-четыре часа но впрочем как то так ждем вечернюю зорьку друзья переходим в ночной режим проверяем все наши снасти все ли у нас работает соль у нас готова но все хорошо перезабросили ждем просто ребят капитальнейшие всплески мы продолжаем ждать подхода трофеечка ребят перезаброс очередной на закате вот туда как я сказал подбровку камыша примерно не очень далеко подтормаживаем кладем это все дело если бы не было сетки у меня я бы сейчас вот так под фонарем бы не стоял бы вам не рассказывал потому что это просто тьма он колес там кричит ругается и и в рот и в уши да как говорится везде все тушим будет поклевка продолжим есть 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 подсак подсак давай 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 колен еще один коляныч 22 коляныч все второго нету было два второго нету два сразу представляешь две поклевки с точки 2 сидит хороший ребятки сейчас будем брать хороший подсак сюда давай сейчас возьмем чувствуется что хороший рыб идет конечно просто шок идет вообще тушняк смотри вон он где видишь я тяну уже устал глянь в дугу коля я не знаю кто там видишь вот хорош хорош как его если средний средний причем вот этот туда она возьми его поклади куда-то вот он карты смотри смотри какой смотри какой смотри какой или кто это не пойму сейчас посмотрим смотри какой бой кита то шоу что дам мой не на давай 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 залетая рыба давно я уже не ловил карпу карпу карпик да карпик я говорю большой крупный он не супер крупный но это он хорошенький такой сейчас мы быстро ребят возьмем значит наш мат быстренько и вам его покажу друзья первый карпик не крупный вот ждем конечно побольше но уже было поклевки сразу две я еще ничего не перезабрасывал поэтому с рыбой пока ложусь вот такой карапузик небольшой совсем но уже есть результат конечно будет побольше я надеюсь сегодня да но первый уже есть здорово а кстати я видел такого с дитем ли дитя маленькая и я не знаю кто это ребят напишите в комментариях кто это водомерка какая-то или или как правильно сказать подвижен какая-то может какой дитя все ты их разогнал то есть что ты помешал взял фонарику пришел на тушить коля у них тут было пати ребят вот такой пучок значит червец цепляю вот такой пучок и вот туда был на такой пучок как раз они у меня и клюют видите смотри 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 как давай 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 есть по моему этот побольше не знаю ух ты куля коля коля его еле пру не знаю тот тоже таким казался конечно я на коленах перед ним в подсадчик вот да не подсадка снова дольше не хочу на слабину давать дети его ждите его сюда сюда ложи я возьму не грамм и слабины так сказать отрыв паровозище да ребят это просто паровоз заводит короче куда все через те удочки но по ощущениям точно пятерка и тянуть сложно я не люблю карту рыбалку особенно кстати потянута рукой смотри какой особенно потянута сюда ты зацепился хочу вот он сейчас покажет пятерка говорю по ощущениям обманщики они короче обманывают меня как же это ловил что перекинуто пятерка что мощно карпы илья ребят год назад их ловил забудешь такой большая рыба иди сюда такой же тутик или чуть-чуть не ускорбляет друзья не успел я снять карпа я его положил перекинул баринка вот и сразу еще одна поклевка сейчас мы этим делом займемся но наш красавчик вот а вот такой дружба ну такой же знаете я карпа в этом году ловлю ну в первый раз как-то я не выезжал еще и вот для меня в этот карп когда пьер паровозом конкретным почему-то касался 5 килограммов я не знаю мне самому смешно я кричу коля там пятерка на самом деле я не знаю сколько кило 2 наверно в нем да вот может два чем-то до 2 до такой но эмоции просто великолепная вот честно сказать эмоции великолепные пусть не кабан но уже здорово ну что карпуш спасибо тебе целоваться не будем как воздушный поцелуй плыви к себе давай малыш давай 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 эти вниз ушел отлично по моим руки перебрасываем ту которая клевала все заряжаем тебя заряжаем и обязательно быть раннеры все проверяем потому что паровозы сильная и может быть такое что просто улетит на тигровый орешек сегодня работает лучше всего да все на него сейчас мы добавим туда водички и вот эти гранулы просто супер работает вот так ребят стоят удочки стоят потом резкий паровоз очень интересно в общем у нас перекус вот как видите на столе кавардак но мы сюда пришли не красоту наводить рыбу правильно кормить вот и вот как всегда знаете когда сам покормишься и рыба сразу начинает у тебя клевать чё так совпадение ли чуйка ребят не знаю опять напишите в комментариях бывало ли у вас такое я думаю каждый раз на всех такое да и что вы думаете по этому поводу мы себе посвятили нашу зону рабочую чтобы видеть столик мат вот такими вот фонариками красными поэтому вернее фонарики обычно это у них режимы такие поэтому мы все видим анукс он играет с нами понял поклевка на провис было на провис на провис было к себе была поклевка поэтому и пи 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 вот смотри какая-то крыса плывет вот видишь есть есть очередной уж вот это вообще это же ну нормально идет если там кричал пятерка это точно не хотя когда ближе зову от часто вот что-то пошло неплохо упираться да а до этого вообще шел этот нора побольше куличка ты начал теряться когда услышал хлюп и пойду услышал хлюп и начал начал теряться подкладку чипа больше правда нуля сейчас подтяну фрикцион то он подкладка не такой же типа хушу ух ты ж не ладно не не сюда вот это ты короче зря сюда придумал идти бобрик под подмост смотри хочет уйти зацепить понял нас фрикциончик бойки-бойки свет видит давай 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 его хорош хороший хорошенький бойки не бойки нам твоя резвость ух ты совсем о ну побольше ничего не скажешь явно до титулованный титулованный карты будешь ты у нас ребят за что я люблю прх за то что на нем всегда можно поймать рыбу абсолютно всегда вот такой красивый хороший карпик на мешал я еще игрового ореха и на тигровый орех сегодня максимальное количество поклевок кстати кукурузка вот есть мы немножко докарливали на николаевич до мат мокрый все супер пушка работаем иди сюда бля ухты ж кабан ну да кто еще может если не крупный карп так переть дымоходом кукурузка я вот так сяду я уже за сегодня по усталых теперь я понимаю как это удобно когда ты сидя его прешь иди сюда очередно он вводит смотрю по леске влево вправо как ему влево пошел как ему удобно только давай я уже буду близок иди сюда тушка ёшки матрешки по ощущениям по ощущениям то неплох понял по ощущениям неплох сейчас будем смотреть как он тут чел зацепил коряну извини будем сейчас думать но по ощущениям неплохо вау вау смотри какой хорошенький да смотри ухты ж какой да красавчику сейчас попробую отцепить не не хочется да хороший хороший да хороший хороший берем его вот такой лапушка очередной класс вообще хорошенький да хорошенький ухты ж ёшкин матрешки конечно такой карп будет клевать паровозом как ты хотел о попав попав да о рож и маленький крючок варту так как положено с краешку ребят смотрите как идеально с краюшку вот чуть-чуть только чуть-чуть сама краю взял супер выбраса берем этого красавчика очередного вытащим пожалуйста давай без цыганских фокусов дружок увеличусь как-то странно ребят очередной но этот такой прям полюн ну такой пушечка прямо как бы сказать такой вот солидный животик у него такой весь такой прям прям рыб деловой вот плыви зови еще больше пожалуйста рыб хороший на поросеночек давай малыш давай давай ухтыж малыш я тебя аккуратно ты нам хвостом по морде ребят у нас поклёвка вот у кто-то пробует видите вот ждем то ли когда он пойдет то ли пусть провиснет давай давай ну вот вот мучает он короче видите мучает что-то она и не туда и не сюда такая поклевка из серии называется вроде и клюю вроде не клюю как кто-то попробовал знаете рыба там не сидит есть сидит говорю не сиди он идет идет и я пошел коля я пошел давай просто трофей просто трофей подкладку хочет ушел ой 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 что что такой мощный то тут весь о хорош 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 бабер я не пойму как он так у меня обвел все удилища еще не запутал мурлок хороший карпик красава сейчас мы тебя дорогой мой друг сюда на у нормальных да поэтому видно шоу достойный достойный экземпляр а вы ребята меня ли за сми я я говорил короче мошка русел бабочек ловить садком а как такую рыбу можно вот по-другому взять кроме такого садка то никак ты не возьмешь ты просто и упустишь а тут такой красава красава причем крючки сейчас зацепился как всегда засадок сейчас вам покажу какие мне крючки смотрите какой огромный карп вот такой крючок вот мелкий осторожный прочный крючок вот хорошо еще до вот нормальный вот такой бобрик супер хрюка поросенок поросенок ты наш пора вставать тебя . выдалась славненькой было очень много рыбы были крупные все остальные как видите я спал здесь прямо на каремате прям накладки но знаете ночка была отнюдь не теплой почему-то было прохладно и когда он спит в беседке сейчас на лавочке я тут решил возле удилищ вот я их вымотал и кстати поклевок не было потому что я их свернул думаю сейчас только рожу спать и сразу будут сразу будут поклевки в целом утром пора встречать зашло солнце мы сделали перезабросы вот и сейчас будем заново рыбачить . выдалась замечательно ребят хоть и прохладно я не знаю почему на сегодня очень сыро было и холодно наверно первая ночь такая тут прям вообще скажу в колотун поклеву сейчас посмотрим до того как легли спать у нас карпик активно проклевывал но было еще конечно темно только только даже позыва в небо вы знаете к этому так сказать к расцвету вот там чуть-чуть даже . никакого а сейчас солнце взошло уже вот есть угол и посмотрим будет ли он по солнцу клевать смотри она сейчас вылезет к нам привет малышка пока малышка быстроты наша замечательная рыбалка мой взгляд дошла к концу все было замечательно единственно что карп здесь ночной правильно клюет только ночью вот по рассвету тоже что-то не захотелось поэтому не зря мы поспали правильно вечером вчера позорьки не было ни одной поклевки только села солнце сразу пошло клевать то есть клевала у нас заката до рассвета грубо говоря и клевала очень таки неплохо трофеев не было то есть там сказать десятку такого мы не поймали но были приятные карпы с которыми можно здорово побороться и были в большом количестве то есть иногда даже под надоедала их ловить то целом было все здорово поэтому ребят если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь выезжайте на рыбалку и получайте точно также удовольствие как это сделали сегодня мы